Самым долгожданным и масштабным событием 24-го года на Гродничине стала премьера литературно-музыкальной постановки «Нельзя забыть», которая основана на реальных событиях. 18 апреля на сцене районного центра культуры зрители приветствовали участников творческих коллективов Гродницкого государственного университета имени Янки Купалы. Съемочная группа ОКС-ТВ побывала на мероприятии. В четверг в районном центре культуры было весьма оживленно. Школьники из разных уголков Сморгонщины собрались на премьеру литературно-музыкальной постановки «Нельзя забыть». Уже в фойе ребят встречала мобильная выставка «Герои Гродницкой земли». Фотовыставка является частью проекта, который на сегодняшний день реализуется в нескольких городах Гродницкой области. Это «Дорога им Победы». Данная фотовыставка имеет название «Герои Гродницкой земли». Здесь представлены полководцы, которые принесли нам победу. Здесь представлены не все, это еще не многие. Мы обопирались на различные архивные документы, обопирались на историю в нашем университете, обопирались на историю их родственников, о том, как они, конечно же, проживали. В честь некоторых из этих героев названы различные улицы, как в городе Гродно, как в Минской области, так и в Российской Федерации. Названы различные учреждения образования. Наш проект «Дорогам Победы» и вот как раз наша часть «Герои Гродницкой земли», она получила грант в 2024 году, грант президента Республики Беларусь именно в молодежной политике. Подобные мероприятия способствуют формированию патриотического сознания и гражданской активности у молодежи, а также укреплению единства нации и сохранению исторической памяти о подвиге предков, уверены организаторы. Каждый год в преддверии такого великого праздника, как 9 мая, мы организовываем гражданско-патриотический проект, который называется «Дорогами Победы». В этом году мы точно так же выехали по пути освобождения Гродненской области. Мы, когда делали нашу литературную музыкальную постановку, мы опирались на какие-то архивные документы про историю освобождения Гродненской области, знаковых исторических людей, которые участвовали в освобождении. Поэтому наша история реальна, наши герои реальны, в литературной обработке какой-то музыкальной. Однако мы своей постановкой хотели еще раз напомнить про то, что у нас было такое тяжелое время для всех людей, для самых обычных, что туда на фронт шли и мальчики, и девушки. Артисты на сцене – это сотрудники и студенты различных факультетов университета, которые в свободное время занимаются в творческих коллективах. Зарисовка вызвала большой отклик у сморгонских зрителей. Вообще мероприятие вызвало бурю эмоций. И от радости до грусти оно очень всколыхнуло меня. Чаще бы были такие мероприятия, я бы с удовольствием на них ходила. Очень благодарна организаторам, которые все это устроили. Отряд «Нашто» литературно-музыкальная постановка посвящена мне десятилетию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Представляет нас вспомнить наших прадедушек и прабабушек, которые воевали, благодаря которым мы живем под мирным небом. Мы пообщались с одноклассниками и можем с уверенностью сказать, что это мероприятие понравилось абсолютно всем. Спасибо.